Приказ за номером 48 звучит он следующим образом. Орешение государственной аккредитации образовательной деятельности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Северной Арктической Федеральной Университеты имени Ломоносова университет лишен государственной аккредитации в отношении отдельных укрупненных групп на предприятиях подготовки. Как гром среди ясного неба. Именно так восприняли коряжемские студенты САФУ решение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. По приказу ведомства 22 января текущего года в государственной аккредитации на один год лишены четыре группы следующих направлений подготовки – математика и механика, информатика и вычислительная техника, экономика и управление, а также образование и педагогические науки. Причем официального заключения, какие именно нарушения были выявлены в ходе документальной проверки филиала САХ в Коряжме, на сегодня нет. Эту информацию Рособранадзор должен озвучить руководству ВУЗа 8 февраля. Рособранадзор не выдает официального заключения о том, что какие есть нарушения. Он выдает только при встрече с руководителями. Соответственно, мы просто будем точно понимать, какие нарушения или недостатки были выявлены в ходе документальной проверки филиала САХ в Коряжме. После этого будут эти нарушения устроены, и для этого дается один год. Студент-выпускник, который учится здесь по целевому договору, который заключен с филиалом, нам-то что делать? У нас у меня не аннулируется, нам не придется потом на платное приходить в ВУЗ? Нет, 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 нет. Никаких предназначений. Вернуться-то можно или нет? Может. Есть и да можно. Это ваше право. По переводу из головного в УЗа. Понятно. Заложниками ситуации стали в первую очередь выпускники ВУЗа. Ввиду лишения аккредитации Коряжемский филиал САФУ до 2019 года утратил право выдавать выпускникам диплом государственного образца. В связи с чем студентам предложено написать заявление на перевод в головной ВУЗ в город Архангельск для прохождения государственной итоговой аттестации. Кроме того, такое же предложение от руководства поступило и студентам юношам призывного возраста. Лишение аккредитации автоматически лишило их отсрочки в армию, которую они получили при поступлении в ВУЗ. Они до 15 числа определяются и дальше, кто пожелает перейти в головной ВУЗ, они перейдут, кто не пожелает, они останутся и продолжат дальнейшее обучение в филиале. То есть все кадры сохранены у нас, преподаватели все работают, то есть мы работаем в штатном режиме. Лишение аккредитации не повод опускать руки. По словам директора Коряжемского филиала САФУ Ирины Кузнецовой, у ВУЗа большие планы по дальнейшему развитию. Это и научная работа, и традиционный набор абитуриентов, который тоже в текущем году пройдет по плану. Как только будут известны замечания Рособрнадзора, будет выработан совместный план действий по их устранению. Через год в обязательном порядке будут поданы документы на повторную аккредитацию. Ситуацию держат на контроле все заинтересованные стороны. Руководство САФУ, глава Коряжмы и лично губернатор Архангельской области. Общая задача – сохранение функционирования филиала в полном объеме, имеющего огромное значение как для Коряжмы, так и для всего Юга Поморья.